Микс Ньюс В гольф приходят по разным причинам 5 часов на свежем воздухе, в приятной компании В том числе прагматическим Кто-то приходит в гольф за мужем, кто-то за бизнесом Но одного не отнять Такой пол знакомых в гольфе, что в принципе они уже точно не пропадут в жизни А все потому, что В гольфе человек открывается И уж точно можно сказать Попробовал один раз и в принципе зацепило так, что Каждый вторник Слушайте программу АП Гольф Ответим на все вопросы о гольфе Можете пояснить поподробнее, что такое КАДИ В 15.30 на Радиоболтком В 15.30, Радиоболтком, вторник И начинается программа АП Гольф Здравствуйте, уважаемые слушатели Олег Пеков в студии И со мной в студии Александр Петров Гольфист, владелец издательской группы АП Гольф И председатель правления АП Холдинг Здравствуйте Доброе И Виктор Афкштоль Гольфист, общественный деятель и владелец группы АДЕНТА Здравствуйте Добрый Мы сегодня начинаем вот цикл, целый цикл передач о гольфе В латвийском гольфе, мировом гольфе И, ну, каждый второй вторник, я думаю, все-таки через неделю Будут проходить встречи, вы можете звонить по телефону 67-212-93-9, 67-213-93-9 Задавать вопросы также можно в письменном виде, присылая их на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-1-9-1 В общем, все, что вы хотели знать о гольфе, но боялись спросить, все это будет в наших программах Но давайте, может быть, начнем действительно с вопроса, откуда появился гольф Какой является его история Вот, когда начали люди играть в эту игру Что-то похожее на гольф Ну, без, может, таких правил, как сейчас Уже начали играть до нашей эры На фресках уже сто лет перед нашей эрой Уже видно, что в Риме с гнутыми палками гоняли тогда не мячики, а круглые или похожие на круглые камни Как игра... Были там разные названия, да, но идея была безо льда играть в хоккей, может быть, так До конца это, может, гольфом еще не считалось Но уже какие-то похожие инвентарь, похожие уже, ну, не правила, а тенденции уже появились А лунки были или не было? Нет, сначала лунок не было Его гоняли с одной стороны на вторую Лунки появились, ну, намного позже уже сказать Если смотреть дальше, то гольф пошел по миру Ну, тут, может быть, исторически, благодаря морякам Следующее упоминание уже об игре, которая тоже похожа на гольф Где уже в Китае говорят, что благодаря голландским морякам появилась игра Которая тоже была похожая, у нее было название совсем не похожее на гольф Чуван, да, по-русски звучит смешно, как Чулан, да Но играли целые три или четыре века Было упоминание уже при разных китайских правящих династиях, которые в то время правили Китаем Много не упоминается насчет того, насколько они были популярны, эти игры Были они массовыми, или это все-таки были элитарные игры Этого мы не можем ответить Но, как упоминание, оно уже было Если говорить уже о гольфе, о такой игре, которую знаем мы Которую мы любим с Александром, и не только с Александром Все гольфисты всего мира Она появилась в Шотландии, да, так что это 15 век Шотландия, гладкие поля Ну, тут опять и вариации насчет истории Кто-то говорил, что пастухи гоняли мячики, сделанные из мячиков овец Кто-то говорит, что это все-таки уже было больше ориентировано от того, что аристократам было скучно Они начали просто сначала палками, потом уже гнутыми палками гонять камешки Но понемножку это уже начало принимать популярность, принимать форму гольфа Появились уже клюшки, а не просто какие-то палки Появились первые мячики, которые были деревянные И деревянными палками гоняли мячик, и начали появляться первые лунки Лунки просто делали ямку в земле без расстояний, без диаметра Ничего не мерили, но идея была, чтобы попасть мячиком в лунку Делились, я думаю, что-то похоже тоже на хоккей Что надо попасть в лунку, но сказать, был ли это индивидуальным Или просто отбирали этот мячик, ну, тоже до конца не могут Историки Спорт стал настолько популярным и настолько народным, что даже в конце 15 века его запретили в Шотландии Потому что он конкурировал по популярности с футболом Футбол тоже там был Футбол тоже был, но его запретили не из-за популярности, а из-за военной службы Что при военной подготовке люди больше хотели играть в футбол и гольф Чем заниматься стрельбой из лука, которая была одной из главных защитных механизмов в Шотландии И на целых 40 лет гольф запретили и не могли, ну, никто его не мог играть До уже 16 века, когда монархи сами начали играть, потому что игру помнили Но если уже монарх разрешил себе играть, то игра начала возвращаться Если смотреть исторически, то да, гольф был сначала очень аристократическим спортом Но у этого были свои причины, и одна из них была цена инвентаря Потому что мячики делались индивидуально Сначала их делали из камня, из дерева Потом его делали из кожи, которая была заполнена уже перьями птиц Там были разные эксперименты Но проблемы с инвентарем были в том, что все было делано вручную Каждый делал, как хотел, да, получилось Круглый мячик получить было трудно Одинакового веса тоже было трудно получить И поэтому расстояния в гольфе тоже были намного меньше И точность гольфа тоже была меньше И надо сказать, что, в принципе, до середины 18 века Таких строгих правил тоже не было Нужно было мячиком попасть в лунку Попозже уже Это у нас получается, что Игра постепенно развивалась Получала популярность Много в массы не шла из-за цены, скажем так Из-за того, что все было сделано вручную Но понемножку она уже распространялась по миру А в какое время это примерно? Это уже середина 18 века Уже в хрониках можно найти, что в Америке появились первые частные игроки Ну, полями это нельзя назвать, да, частные угодья, где можно было там пару лунок, насколько я прочитал, можно было сыграть Но это еще, если я так понимаю, 18 век, возможно, это еще даже до войны за независимость Америки То есть Соединенных Штатов Америки еще не существовало, это были английские колонии Да, конечно, распространение гольфа с середины 18 века Оно пошло по миру Ну, надо сказать, что благодаря колониям Великобритании Великобритании, да Первый, уже после того, как появился клуб в Шотландии Сант-Эндрюс, который, ну, это мечта любого гольфиста сыграть в нем, потому что он самый старый гольф-клуб в мире Его даже в 1864 году, если не ошибаюсь, король назвал самым старым гольф-клубом Он тогда уже функционировал больше ста лет И он сейчас до сих пор существует И после уже Сант-Эндрюс, большинство полей было в Шотландии, которые открывались Как уже упоминал, по миру разошлось Гонконг, Индия, Монтреал, Окленд, Кейптаун Практически все большие колонии Великобритании были со своими гольф-клубами И да, в Нью-Йорке тоже был Нью-Сант-Эндрюс Так как были много европейских названий, то это и разошлось до Америки Первые правила гольфа появились на первом официальном гольф-турнире 1744 год, почти середина XVIII века И мы с Александром обсуждали уже, что несколько из базовых правил Ну, скажем так, базовые правила не менялись То есть то, что было тогда обговорено и установлено как правило игры Да, конечно, меняются мелочи, скажем, меняются названия Но сами правила забить в лунку как можно меньше ударами Правила как выбирать мячик из воды, как выбивать мячик из воды Сколько у нас там не пенальти, а штрафных ударов Это уже появилось в середине того же самого XVIII века Конечно, модификаций много И изменился инвентарь, изменилось, что можно сделать Появились дороги, появились искусственные кустарники и так далее Что тоже обговаривается правилами Но сама база осталась уже сколько лет? Ну, почти 300 лет уже, да Удивительно А получается, что для того, чтобы, скажем, гольф-клуб получил признание Необходимо все-таки соблюдать ряд определенных требований Которые позволяют тогда клубу получить, я не знаю, что, сертификат или признание какое-то Или это, в принципе, клуб может Ну, клуб может быть, скажем так Клубы есть разные Есть те полноценные клубы, которые играют 9 лунок, 18 лунок Да, у которых есть сертификат слоупа То есть, у них есть измеренная сложность клуба Лунки Да, поле И уже на этих клубах уже работает система гандикапа То есть, система форы Да, и результаты могут уже использоваться в официальных соревнованиях Да, но есть поля, которые любительские поля Да, их немало, где этого слоупа нету И, ну, играть там, конечно, можно Но таких соревнований, которые уже официальные Которые могут изменить гандикап игрока Или играть разные форматы игр Да, как там стейблфорд, например Они не могут, потому что нету правильного Нету определенной системы слоупа Сложности Сложности, да Что случилось дальше? Вот 300 лет, вот если взять, вот с тех пор, как появились правила Какие-то, ну, такие грандиозные события в истории гольфа Поменялось количество лунок Потому что не было тоже определения Сколько должно было Были и 10-ти лунковые, и 25-ти лунковые Всякие были поля Тот же самый Сент-Эндрюс Через несколько лет после уже определения правил Определил, что полноценная игра гольф укоротил свое поле с 22 лунок на 18 И до сих пор мы играем 18 лунок А почему вот именно это число встало, вот именно это количество лунок, оно встало Я читал давно уже Один из аргументов было, что 20 это все-таки слишком много И все-таки устаешь Потому что начали, как я упомянул, уже 22 лунки И потом укорачивали, и нашли золотую середину То есть эти 18 лунок Кто-то говорил, что это при 18 лунках заканчивается бутылка виски Но это тоже Проверить я этого не могу Потому что это тоже середина 18 века То есть там виски было другое Ну да, там скотч был в Шотландии Так что это тоже другое Массовость спорта Уже появилась, ну скажем так Постепенно нарастала уже попозже И частично этому, конечно, сопутствовала индустриальная революция Прогресс И использование разных материалов Как уже упоминали, мячики менялись от деревянных до кожаных Но такие уже более-менее массово воспроизводимые Появились в середине 19 века уже И здесь факт Ну знаю, что я зубной врач Здесь есть факт Может, Александр, угадаешь Какое есть соединение гольфа и моей профессии? Наверное, кутаперчи, да? Да, потому что до сих пор До сих пор мы в клинике используем гутаперчи Да, это смола, которой заполняются каналы Но сейчас, конечно, она другого качества Но первые уже индустриальные мячики Появились из гутаперчи И здесь один интересный факт Что, так как мячики были твёрдыми У них получались при ударах оскалы И, ну, если много оскалов было Игроки меняли на новый мячик Но со временем поняли то Что новые мячики летели хуже, чем старые И уже тогда не использовали Никакие правила аэродинамики Но поняли то, что неровности Или ямки, которые на мячике Появились, да Они способствовали тому, что мячики летели Более прямо, более стабильно И из-за совсем гладких Начали медленно-медленно-медленно Переходить на то, что То были выпуклости То ямки То канавки Всякое Экспериментировали И дошли до того, что Сейчас у нас Мячики для гольфа Можете слушать или посмотреть в интернете Они все с ямками И ямок Так, у которых Производителя От В среднем их 300 до 500 Да, может у одной фирмы Быть тоже разное количество Разное количество этих Ямок И они Дают то, что Аэродинамический мячик летит С более Большим контролем Чем гладкий мячик Рекорд по По этим Ямкам был В середине Прошлого века 1070 ямок Было Так что Если сейчас В среднем Там 350 То тот был Весь В иголках Но я думаю Что это тоже будет Меняться Прогресс не стоит На месте И Ну каждый год Каждый из Ну не каждый Но большие Производители Выходят с новым мячиком Который Дальше Длиннее Сильнее Выше И точнее Попал же даже В олимпийские Виды спорта Гольф В начале Вече Прошлого века Прошлого века Да Это уже Массовость Гольфа Да Он перестал быть Элитарным спортом Да Потому что Революция Индустриальная революция Позволила И клюшки делать Подешевле И Мячики делать Подешевле В Америке В начале 20 века Уже было Более Тысячи Гольф-клубов Да Так что Эта массовость Выросла Даже не в разы А в тысячи Да Первые Олимпийские Игры с Гольфом Были В 1900 Году В Париже Ну Для того Времени Было 22 Игрока 12 Мужчин И 10 Женщин Да И Ну Мы Два года Назад Нет Три года Назад Уже Увидели Как Гольф Вернулся В Олимпийские Игры В Рио Были Первый раз Да После Почти Там 70 Или 80 Летнего Перерыва Ну Сейчас Опять Идет Дискуссия Не нужно ли Их выбирать Да Но Была у меня Возможность Как раз В ноябре Играть на этом Поле Ну Конечно Если ты Видел Сами игры Да И следил За За Все Решилось В последней Лунке В 2016 Году Да И я Эту Лунку Помню Следил За этой Игрой Да И было Очень Очень Интересно Сыграть На этом Жиполе И неплохо Сыграл Как раз На последней Лунке Если Идти Опять По Истории Инвентаря Тоже Интересный Факт Который Мы С Александром Обсудили Что Менялись Очень Деревья И Одно Из деревьев Которые Меня Очень Удивило И Александра Тоже Это было Что Хурма То есть Это что Из хурмы Делали Клюшки Да Головки Клюшек Да Потому Что Она Была И Очень Твердой Да Но Сохраняла Эластичность И Долгосрочность Да Поэтому Мы Могли Мы Могли Дальше Бить Если Переходить На начало Века И Гольф Латвии У нас Осталось К сожалению Всего Три минуты Буквально Чтобы Рассказать Про Латвийский Гольф Латвийский Гольф Начинался Трудно Первое Поле Было Построено Но До конца Не открыто В конце Тридцатых Годов Его Не открыли Из-за того Что Началась Вторая Мировая Война И Уже На Советском Пространстве Гольф Был Я Не знаю Ни одного Гольф Которая Была Самая Близкая Из Государств Где Играли Гольф Главы Государств Это Была Куба Потому Что Поля Остались И Фидель Гольф Любил И В Латвии Массово Не массово В Латвию Гольф Вернулся В В 1998 Году С Гольф Клубом Вестури И Сейчас Уже У нас Пять Полей Уже Идут Которые Ну Полноправные Поля Со Слопом И По всей Латвии У нас 11 Гольф Полей Где Разные Уровни Игроков Могут Играть Так что Гольф Латвии Доступен Начиная От Венспилс Заканчивая Гулбене Посередине У нас Есть И Тукумс И Валмейра И Мадона И Сегулда А почему Такой Разброс Почему Это Не Сконцентрировано Казалось Бы В Риге Где Ну В Риге Три У Риги Три Скажем Так Но Это Все Так Сконцентрировано Но Все Так Энтузиасты Гольфа Дают Возможность Практически Все Латвии Играть В Гольф Так что В ассоциации Гольфа Есть Адреса Всех Полей И Описание Так что Всем советую Посмотреть Ознакомиться И При Хорошей Погоде Уже Тогда Можно Ехать И Пробовать Ознакомиться С этой Игрой Мы В следующих Наших Программах Будем Говорить Про Правила Игры В Гольф Про Экипировку Про Тонкости Которые Необходимо Знать Людям Которые Собираются Прийти В Гольф Ну И Конечно Будем Встречаться С Известными Людьми Которые Выбрали Гольф Как Вид Спорта Время Провождения Хорошего Я Напоминаю Что Через Вторник Каждый Второй Вторник Мы Будем Встречаться В это Время В 15 30 На Радиоболтком Ну И Спасибо Большое Сегодня В нашей Студии Были Гольфист Владелец Издательской Группы АП Гольф И Председатель Правления АП Владелец Группы АДЕНТО Виктор Афкштоль Спасибо Все Хорошо До свидания